Спасибо, Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, предмет законодательного регулирования проекта закона является отношение в области регулирования, в отношении части заготовки граждан и древесных лесных ресурсов. Так, в Республике Хакасии, в соответствии с статьей 33 лесного кодекса, граждане получили право свободно заготавливать валежник при условии, что на уровне субъекта утвержден порядок, определяющий его заготовку и сбор. В Хакасии до настоящего времени такой порядок не определен. Поэтому предлагается привести закон Республики Хакасии об установлении порядка по некоторым вопросам использованных лесов на территории Республики Хакасии в соответствии с федеральным законодательством, добавив в него положение, касающееся изготовки валежника. Кроме того, исключается из Городостроительного кодекса РФ требование о наличии разрешения на строительство при строительстве индивидуального жилищного дома. Однако предусматривается, что граждане должны уведомить органы исполнительной власти о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В связи с этим предлагается внести изменения в нашем законе. Доклад окончен. Предлагаю принять законопроект за основу. Предлагается принять законопроект за основу, коллеги, прошу проголосовать. Тут три закона, их запутали, все докладчики, все другие. Прошу проголосовать за основу, о чем Андрей Николаевич просит. Принимается за основу. Но поправка тоже в новой редакции, да, Андрей Николаевич? Но уже Валерий Николаевич будет. Уважаемые коллеги, на данный законопроект поступило... Четыре поправки. Авторами поправки вышел прокурор Республики Хакасия и депутаты комитета. Первая, вторая и третья поправка носят уточняющий характер. И четвертая поправка прописана в переходных положениях. Про строительный кодекс, как раз про разрешение, про которое он сказал. Предлагаю поправки принять пакетом к данному именно законопроекту, которым докладывал Келягин. Коллеги, по поправкам, если нет замечания, ставится предложение принять пакетом к данному законопроекту. Кто за принятие таблицы поправок, прошу проголосовать. Не очень. Принимаем таблицу поправок. Дальше что вы? Предлагаю принять закон. Предлагается принять в целом, то есть в первом и втором стене. Кто за принятие данного законопроекта с учетом проголосованной таблицы поправок, коллеги, прошу проголосовать. За или против, все равно. Принято будет. Принимается.